В семье Парфеновых 12 детей. При новогодние деньки хлопот много, а 24 декабря прибавилось еще. Но это тот случай, когда суматоха приятная. В гостях мэр Бобруйска, вице-премьера Беларуси. В этот день все дела отложили в сторону. Сейчас они не руководители, а новогодние волшебники. Праздник-то не за горами. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Копинос. Она не ханает, за это решает. Буси, хапушки, язвы и куськи. Молодец! Дом полон талантами. Поэты, спортсмены, певцы с порога сразу все показали, кто что может. Это подарки от ребят. Нужно сказать, взрослые тоже подготовились как надо. Даже двух мешков не хватит, чтобы все сюрпризы поместить. От Совета Министров и гор-исполкома сертификат на холодильник. Сладкие подарки, игровой инвентарь, приглашение на поездку в Беларусскую пущу для всей семьи. Там ждет встреча с главным Дедом Морозом. Но это еще не все. Анатолий Сивак с собой привез даже частичку лета, тепло и клубнику. Да-да, самую свежую клубнику. Вот я специально заехал, я говорил вам, вот это было сейчас, утром. Я заехал на Дорорс, это организация, министерство транспорта такая есть. Это самые большие цыплицы в Беларуси, там 47 гектар цыплиц. И они выращивают, наверное, больше, чем они клубники не выращивают. Вот это собрали сегодня утром клубнику. Теперь можно и за стол. Пироги, торт и чай. В уютной атмосфере обсудили вопросы, поделились эмоциями. Кстати, все сладости – совместная работа детей и родителей. Это всегда ожидание подарка, ожидание чего-то такого чуда. Это всегда присутствует, но за этим тоже стоит и то, о чем я только что говорил. Может быть, подарки – это повод зайти в эту семью, понимаете? А вот поговорить и услышать эти мысли, настроение – это очень важно. Семейство признается, оно всегда радо принимать гостей. А на вопрос, что для вас жизнь, Татьяна Парфенова отвечает просто. Я просто мама. Этим все сказано, понимаете? Я не буду говорить там «да». Для меня самое важное, чтобы мои дети были живы, здоровы и чего-то в этой жизни достигали. Ихные успехи – это моя награда по всей мою жизнь. Это было хорошее завершение недели. А начались добрые дела еще 18 декабря. Счастье постучалось в двери к воспитанникам Каменской вспомогательной школы-интерната. Что такое Новый год? Это праздник приход, это смех друзей веселых. Это пляски возле елок – вот что значит Новый год. Только самые близкие друзья в Каменской вспомогательной школе. Для ребят и взрослых это уже хорошая традиция. Канун главных праздников – друг другу дарить подарки. От ребят сказка, от взрослых все самое необходимое. От бобруська громаша – сладкие сюрпризы. Без конфет и мандарина у праздника не тот вкус. Плюс финансовая помощь. Нельзя не отметить, а громашевцы и дети – родные люди. Уже много лет для предприятия школы «Подшефная». Я всегда говорю, что любовь спасет мир. Конечно же, когда ты частичку себя, частичку любви своей отдаешь деткам, которые обделены не только родительским вниманием, но немножечко еще и здоровьем, это очень важно, в первую очередь для взрослых, для нас. Мы получаем дополнительную эмоцию, мы получаем возможность сделать добрее, добрее, нужнее для деток. Ну а детям, конечно, Новый год, они ожидают какого-то чуда. Огромное спасибо участникам в данной акции, потому что, как говорится, доброе сердце участникам дает возможность обновить как учебно-материальную базу, так и создать условия, современные условия для детей. Это и кабинеты, это и игрушки, это и книжки, но при этом это, конечно, и сладости. Следующим в марафоне добрых дел стал Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Все-таки время подарков и поздравлений. От горы с полкома компьютерная техника для образовательного процесса. Набор детской мебели подарил завод тракторных деталей и агрегатов. Красный пищевик, как всегда, удивил сладкими сюрпризами. В рамках акции «Наши дети» в городе проходит ряд благотворительных праздников, новогодних утренников. Конечно же, ни один ребенок не останется в стороне, потому что акция направлена в первую очередь на поддержку детства. И Бобруйский горы с полкома оказывает всяческую поддержку детям. Детям с ЦКРО, детям многодетных семей, малообеспеченным детского социального приюта. Миссия любого человека, любой организации является помощь детям. И делать их жизнь счастливее, особенно тех, кто больше всего в этом нуждается. В преддверии Нового года взрослые, конечно, должны дарить праздник. Особенно этот праздник важен для таких детей с особенностями развития. Нужно больше уделять внимания, уделять ласки, дарить тепло, доброту. Дети, родители, руководство центра – все под впечатлением от такого теплого внимания. Перед тем, как встретить гостей, конечно, мы очень волновались. Мы много тренировались, мы подбирали костюмы. И нам помогает в этом всегда гимназия, школа, колледж искусств города Бобруйска. На неделе волшебниками стали и сотрудники Департамента охраны. В Осиповической школе-интернате для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата встречали старых друзей. В любой праздник правоохранители – желанные гости в стенах учреждения. Рождество и Новый год – не исключение. И в этом случае исполняют люди в погонах не столько свои прямые задачи, сколько мечты маленьких белорусов. Любая силовая структура, значит, она участвует в данном мероприятии. По той причине, что дети – это самое дорогое, что есть в нашей стране, это наше будущее. А такие дети, которые нуждаются в помощи, они не просят сами ничего. Мы сами идем, стараемся, чтобы им помочь. Поэтому это наш долг, это наша работа такая. На этот раз помощь от Департамента охраны финансовая. Сертификат на 4 тысячи рублей. Уже позже руководство школы раскрыло дальнейшую судьбу подарка. Будут укреплять материально-техническую базу. Подарков люди не бывают. Поэтому здоровья вам, всего самого хорошего. Всегда стараются нам в этот день поздравить нас, стараются нам как-то помочь. И в течение учебного года, и на праздники особенно. Поэтому, конечно, всем большое спасибо за то, что они не оставили в такой тяжелой ситуации нас. В связи с эпидемиологической ситуацией. И нашли время, и прибыли на наш праздник. Акция «Наши дети» – это время чудес. И здесь не столько важны подарки, сколько улыбки и счастливый смех малышей. В приключенческом сериале это, конечно, далеко не последняя серия. Впереди еще много подарков. Внимание, тепла и любви. Максим Кемери, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok